Главная тема очередного совещания – заставить работодателей, использующих иностранную рабочую силу, соблюдать закон. 189 человек за неделю выдворены за пределы Краснодарского края. Зафиксировано 19 правонарушений в Анапе. В целом, работа сотрудников миграционной службы на Кубани снизилась, судя по количеству выявленных нарушений. На сумму 1 миллион 134 тысячи рублей выписано штрафов. На прошлой неделе эта сумма была в 10 раз больше. И теперь нужно подстегнуть службу судебных приставов на местах, чтобы они активнее занимались изъятием просроченных штрафов. Кроме криминальной составляющей, незаконные мигранты представляют еще одну категорию – носителей вирусных инфекционных заболеваний. Прошли медицинское освидетельствование более 31 тысяч иностранных граждан, всего за иссякший период 62 тысячи. При медицинском освидетельствовании иностранных граждан всего установлено за этот период 359 иностранных граждан, опасных для окружающих за 5 месяцев 161. Если разложить удельный вес, какие же инфекции превалируют больше всего? Это туберкулез 44%, ВИЧ-инфекции более 20% и более 34% заболеваний, связанных с передающимися половым путем. После видеоконференции заместитель мэра Анапы Сергей Козлов поставил задачу на предстоящую рабочую неделю. В частности, потребовал большей заинтересованности от глав сельских округов, которые точно знают, где и как трудятся иностранцы. Превратились в обычных статистов. И если проверить информацию ихнюю, вот то, что они давали месяц тому назад, вот поверьте мне, она повторяется один к одному, что неделю назад, что месяц тому назад. Это говорит о многом. Это говорит о том, что они, не выходя из кабинета, сочиняют нам сюда, присылают о том, что они работают. Также Сергей Козлов попросил силовиков чаще проводить внеплановые проверки на всех крупных строительных площадках. Повторно бывает в настройках, которые уже не раз проверялись. Кастарбайтеры попросту могли спрятаться или работодатели их скрывали. Вадим Родин, Анапа-регион.